Мне пришли вещи какие-то, а ты щетки зубные, покажи, покажи пожалуйста поближе, покажи коробочку, вот бамбуковый тюзбраш, бамбуковый щет, всем же много их, это ерунда. Это пришли витамины B-комплекс, мне очень посоветовала кушетка повторить этот комплекс, буду пить комплекс именно B, что еще давай? Да, покажи, покажи, и сережки-то дай посмотреть, покажи Максик, дай мне сережки, вот такие сережки на серебряной основе, покрыты серебром, очень красиво я считаю, это мне муж подарил на 14 февраля. Красивая Короче, все, закончилась халява, мы пришли в Walmart, один такой магазин, в котором нас не заставляли одевать маски, а сейчас на входе они бесплатно маски выдают, прикиньте. Они раньше тоже выдавали, просто... Они раньше выдавали, когда только началась эта тема, а сейчас все закончилось уже, а сейчас все, а сейчас они всем выдают, да? А раньше может был Walmart без маски, да? В Walmart без маски, да? В Walmart без маски продают за доллар почти. Кого? Маски. Одну штуку? Нет. Сам факт, что все, обязал, какой-то Walmart стоим, нам надо кое-что сделать документы. Да? Да, Тимофей? Газ давать пришли, смотрите. Малыша беру везде с собой, он просто укутанный, ему, конечно, не надо в себе маску, он вот так в маске, он так в маске, у него соска, маска соска. У нас с яйцем? Да, Тимо. Знаете, что хочу сказать, сейчас я была в туалете в Walmart, я просто ужаснулась. Все четыре кабинки, все какие-то грязные, короче, уделанные, магазин в целом стал хуже, не только Walmart, вообще все магазины, я заметила сейчас из-за пандемии, стали как-то в сервисе хуже стали в Америке. Возможно, из-за того, что здесь большие пособия по безработице людям дают, и людям проще получать пособия по безработице, чем работать, короче, видимо, за такую небольшую зарплату, потому что, как известно, здесь в магазинах они не очень много получают деньги, люди. И поэтому здесь качество персонала, возможно, количество персонала значительно уменьшилось. То есть, возможно, даже зарплаты ему меньше, я не знаю, хотя Баден обещал всем поднять зарплату, но кто знает, пока что, судя по тому, что я вижу своими собственными глазами в магазинах, люди много покупают, но как-то грязнее стало, да? Как-то хуже сервис стал вообще в целом, да? Как-то все медленнее, как-то все как-то так вот, ну, относительно того, что даже год назад мы наблюдались здесь, когда только приехали, вообще по-другому. Все люди в шоке. Вот моя машина, я очень люблю мою машину, она хоть и старенькая такая, знаете, она хоть такая вся вот с побитой фарой, да, это, этот, Saturn Outlook, но она такая клевая, но единственный минус в ней, что когда ты ставишь сюда два кресла, вот сюда вот я вставлю сейчас. Ждите, что, закрыто? Да. Прикинь, закрыта, да, машина? Сейчас открой, покажу вам. Короче, когда ставишь два кресла сюда, Максика кресла, Максика кресла, кресло малыша, не остается вот здесь проходой, сидеть неудобно. И назад, как бы, тоже неудобно кого-то сажать, поэтому мы думаем менять машину, какую еще пока не знаем, чтобы еще по цене классно было. Я не понимаю, почему мама ее любит. Я ее люблю, она вообще клевая, а что, классная машина, сейчас у меня даже две ручки из этих сторон, обожаю машину. Только так могу поймать свет, когда телефон сверху, лампочка светит. Короче, все. Третий день, вечер, и я сорвалась. Не получилось без сахара. Потому что гости приходили. Взяла подружку, принесла печеньки. Думаю, ладно, одну съем, ничего страшного. Потом пришла тетя Пашина. Принесла булочки. Вкусные, посыпанные сахарной пудрой. Как можно было устоять, скажите? Никак. Все. А у моего сына завтра день рождения, ему 14 лет исполняется. Ну вот как, вот торт же будет, будет. Ну и все. А потом у меня через несколько дней, у мужа день рождения. Поэтому все. Сахар. Опять. Ну, может быть, если я буду есть только на день рождения, а потом не буду. Если на то больше в гости не придет и не принесет ничего сладкого. Напишите мне, пожалуйста, в комментариях. Мне вообще интересно, существуют ли вообще эти люди, которые взяли, короче, и решили не есть сладкое, и у них получилось. Если вы один из таких людей, напишите, пожалуйста, что да, я вообще не ем сладкое. Или типа не ем сладкое там неделю или год. Не знаю. Ну, в общем, если вы существуете, напишите, пожалуйста, мне.